Всем привет, друзья! Вы на канале CryptoCommons. Пока с биткоином у нас ничего не происходит, он продолжает стоять в этом боковике. Давайте поговорим о более важных темах на сегодня в криптопространстве. Но для начала, если вам нравится криптоконтент, не забудьте продавить кнопку лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Итак, ну во-первых, можно поздравить команду Ethereum, которая наконец-то в тестовой сети осуществила переход с алгоритма Proof of Work на алгоритм Proof of Stake. Вчера у них был такой большой брифинг, вот в ютубчике они все это дело транслировали, в прямом эфире как проходил переход, все это дело обсуждали, даже пели песни. В общем, всячески отжигали. Процесс миграции произошел успешно, но надо понимать, что это всего лишь тест нет, ребята. Посмотрим, как этот процесс произойдет на Мейннете и Эфириум. Конечно же, это будет очень большое масштабное событие, к которому все крипто-сообщество готовилось не первый год. И посмотрим опять же, как это скажется на хешрейте и курсе Эфириум классика и других монет, которые майнятся на этом алгоритме типа RavenCoin. Есть мнение, что большинство майнеров ринутся майнить Classic и Raven, поэтому, может быть, хорошо это скажется на цене данных активов. Но это ладно, самая нашумевшая и важная новость сегодня, друзья. Это делистинг лайткоина с крупнейших криптобирж Южной Кореи. Это, конечно, вообще какое-то безумие, потому что, ребята, как мы видим из новости, Абит и еще четыре южнокорейские криптобиржи сообщили о делистинге лайткоин. В качестве причины они сослались на местный закон, который запрещает анонимные транзакции. Южная Корея, как мы знаем, очень жесткое законодательство, которое обязует все криптобиржи отчитываться о происхождении средств. Ну, типа процедура IML, KYC очень серьезно работают. Собственно, почему это произошло? Потому что лайткоин недавно обновил свой код и внедрил в него технологию MimbleWimble. Если кто помнит такую монету Green, она тоже на технологии MimbleWimble, которая позволяет использовать анонимные транзакции, то есть не до конца раскрывать источник средств. И, в принципе, биржи-то можно понять. Вы же понимаете, что все централизованные биржи так или иначе регулируются и имеют давление с внешней стороны, в плане, ну, как бы они все должны понимать, откуда идут монеты, чтобы препятствовать депозитам всяких грязных монет, полученных преступным путем, мошенническим путем и так далее. Так что тут все понятно. Единственное, непонятно, нафига лайткоин внедрил этот алгоритм, потому что лайткоин, насколько вы знаете, это старейшая монета. Это, можно сказать, кровный родной брат биткоина, одна из первых криптовалют, появившихся после битка. Ну вот на CoinMarketCap мы заходим в 2013 год, исторический снэпшот, 5 мая. Что мы видим? Лайткоин, второе место. Биткоин, лайткоин. Все, еще ни рипла не было, ни Дэша, ни XMR, ни Доджкоина. Были какие-то неймкоины, пиркоины, фидеркоины, всякие терракоины. Все они, короче, уже далеко-далеко позади. Но лайткоин все еще держится, торгуется на всех крупных биржах, имеется во всех крупных кошельках. И, естественно, для нас с вами, для криптотрейдеров, криптоинвесторов, криптоходлеров, главный вопрос это, как это скажется на цене актива. Давайте вместе подумаем, какие есть варианты. В техническом срезе лайткоин выглядит все еще достаточно бычим, потому что, смотрите, на макро на недельном таймфрейме у нас с вами есть повышающиеся пики и повышающиеся минимумы, как вы можете видеть на графике. То есть макрокартина довольно-таки бычая. Если отбросить вот эти вот экстремумы, то вот у нас, грубо говоря, коридор честной цены, в котором мы сейчас находимся у его нижней границы. Может ли лайткоин сейчас дампануть еще сильнее на этих новостях? В принципе, может. И RSI выходит в глубокую перепроданность. Но чисто по технике ему уже есть куда отскакивать, на мой взгляд. Но если произойдет все же делистинг с более крупных бирж, таких как Bybit, Binance и остальных, тогда, конечно же, возникает вопрос, а зачем вообще нам нужен лайткоин и его анонимные собрать? EasyCash, Manera, Dash. Получается, что эти монеты будут обладать уникальной фичей. Это, собственно, анонимность транзакции. И пускай они будут запрещены на централизованных биржах, по-любому будут всякие DEX, децентрализованные биржи, где вы можете их менять. И также вы по-любому, никто вам не запретит их хранить на кошельках и использовать в качестве анонимных транзакций. Ведь если представить, что тотальный большой брат все-таки не за горами и скоро настанет, возможно, вам понадобится такая функция, как анонимная оплата. Ведь в наши дни, пока мы с вами пользуемся кэшем, мы все еще можем анонимно рассчитываться кэшем. Но как только мы перейдем на CBDC, на цифровой кэш и на прозрачные криптовалюты типа биткоина, все транзакции будут отслеживаться, и мы не сможем уйти от посторонних глаз, скажем так. Поэтому возможно, что это хорошо скажется на цене. Потому что, давайте вспомним, любой запрет в принципе ведет к повышенному спросу, к дефициту и к повышению цен. Если вы вспомните запрет на алкоголь, запрет на каннабис, то это все, как правило, вело к повышению цен на черном рынке. Соответственно, ничего не мешает сейчас анонимным монетам на этих новостях о делистинге просто начать пампить. Другой вопрос, что как они будут пампить, каким образом будет происходить маркетмейкинг? То есть это будут OTC, сделки какие-то или что? То есть в стаканах бирж крупных их не будет. За счет чего будет расти цена? Просто за счет повышенного спроса? Вот этот вопрос, конечно, интересный. Теперь фундаментально, давайте разберем лайткоин. Хешрейт лайткоина выглядит очень по-бычай. Посмотрите, хешрейт лайткоина переписывает прямо сейчас свой all-time high 2019 года. Соответственно, это показывает нам то, что майнеры очень активно майнят, и сеть растет. Теперь по поводу разработчиков. Если мы посмотрим гитхаб лайткоина, здесь тоже ведется очень бурная работа. Посмотрите, два дня назад, последнее обновление, вот тут уже 26 тысяч обновлений. То есть проект не забрасывается, скажем так, а активно развивается. Напишите в комментариях, что думаете вы по поводу будущего анонимных монет. Ждет ли их полный крах, как, скажем, криптовалюту Green, которую делистнули со всех крупных бирж, кроме KuCoin, и она выглядит, скажем так, мягко говоря, не по-бычай сейчас нифига. Или же ждет их все-таки вторая жизнь какая-то за счет, я не знаю, децентрализованных бирж, OTC-площадок и так далее. Потому что на дневном таймфрейме тот же Green мы видим, что у него сейчас аптренд. Незначительный, но вот на этих новостях проявляется интерес. Потом опять же, давайте не будем забывать, что делистинг касается только спот торгов. То есть нельзя будет сами монеты на бирже заводить и выводить по блокчейнам. Но торговать ими на фьючерсах в обеспечении USDT мы все еще с вами сможем. И лайткоином, и манерой, и дэшем, и зекэшем. Поэтому тут надо это понимать, что сейчас, пока их дают купить и вывести, если вы криптоколлекционер и криптокодлер, наверное, нужно все-таки озадачиться и вывести себе на холодный кошелек немного лайткоинов, дэша, зекэша и манера. Что вы об этом думаете? Дайте знать в комментариях. Лайткоин к биткоину. Посмотрите, гигантский падающий клин, который по технике должен пробиться наверх все еще. Чисто по теханализу не берем сейчас эти новости и фат. То есть, как у нас обычно бывало. Посмотрите, и доджкоин также себя вел, и многие монеты. Долгое накопление. В итоге пробитие, типа такой вот свечкой, очень хорошее пробитие сразу на десятки иксов к биткоину. То есть даже если учитывать, что у нас есть вот такое нисходящее сопротивление по самым пикам, то есть падающие возвраты, то если лайткоин сейчас выйдет из этого накопления и пробьет вот это вот нисходящее сопротивление, то памп куда-нибудь на 500, 600 или 700 тысяч сатоши вполне вероятен все еще. Тоже, собственно, касается и Zcash, ребята, и Manera, и Dash, которые также делиснули южнокорейские биржи еще до этого случая с лайткоином и могут делиснуть и все остальные, надо это понимать. Поэтому, ребята, я дико извиняюсь, у меня что-то очень сильно лагает TradingView, походу комп перегрелся. Поэтому посмотрим вот так вот мелко, без детального теханализа, XMR. Посмотрите, XMR вообще показывает отличную динамику, даже еще более лучшую, чем лайткоин и тем более, чем Dash из этих монет. К биткоину XMR у нас с вами удерживает аптренд, что вообще редкость для старых альтов, и пробивается сейчас из вот этого треугольника. Пробивает сопротивление, похоже, что, и собирается к новым целям на желтой точке опять же. XMR к доллару, соответственно, мы видим еще более устойчивый аптренд. Он также переписал хай, как и лайткоин, но при этом сейчас находится гораздо выше, чем вот эти вот минимумы, на которых примерно сейчас находится лайткоин, или вот эти вот минимумы вообще, на которых Dash сейчас находится. То есть XMR удерживает еще и параболическую структуру. Это реально такой true шифропанковский коин. Хешрейт манера абсолютно бычий тоже, посмотрите, переписал уже глобальный свой хай и устремляется наверх. Манера выглядит, конечно, очень побычий из всех этих проектов. Вот. Ну и на Zcash вы можете также сами взглянуть. У него не такое широкое принятие, на мой взгляд, как у Манера и у Лайта, и у Dash. Но, тем не менее, выглядит он тоже получше, чем Dash, потому что Dash, конечно, самый аутсайдер, ребята, этого цикла по всем параметрам. При том, что у него вроде как самый такой серьезный масс-адопшн, и он вообще, в принципе, не является анонимной монетой. То есть команда создателей ушла давно от этой концепции. Они же назывались раньше DarkCoin, потом они переименовались в Dash и сконцентрировались именно не на анонимности, а на микроплатежах. Взяли курс на то, чтобы быть цифровой наличкой. Ну, крипто-наличкой, да. В итоге, что мы видим? Dash, короче, самый аутсайдер, он не переписал свой all-time high даже близко, как те монеты, которые мы сейчас смотрели. И есть у меня одно только мнение, что разве что вот этот весь памп в семнадцатом году был просто спекулятивным пампо-дампом, и справедливая цена Dash тогда была в районе там 300-400 долларов. Вот так он должен был сходить. Тогда да. Тогда сейчас мы бы видели такую же картину, как и по лайту, и по манере, что он переписал свой high. И тогда же, да, посмотрите, у нас бы появился здесь все, как ни крути, аптренд по минимумам. Вот. Сейчас, ввиду таких событий, хотелось бы, чтобы команда Dash вообще отказалась от функции анонимности и переписала код так, чтобы она была абсолютно прозрачная. Сколько реально функции PrivateSend пользуются единицы только в Core кошельке, а во всех обычных, остальных нормальных кошельках, типа Exodus, Trust и так далее, там нет никакой анонимности уже давно. Так что, даже не знаю, ребят, чисто технически все смотрит на To The Money. Но как он будет происходить в случае делистинга, я не могу вам сказать. И многие, кстати, жаловались, что у них на Bybit пропал Dash, у кого не было там монет. И да, действительно, Bybit делистнули Dash и ZEC у тех, у кого не было монет, потому что им запретили новые принимать монеты. А тех, у кого были, все прекрасно работает, можно торговать, вводить и выводить. То есть, вроде делистинг такой, да, а вроде не делистинг, понимаете? Странная, двоякая история. И на Femix кто-то писал тоже, что пропал Dash, но мне ответили в поддержке, что в некоторых странах запрещен Dash. Давайте посмотрим хешрейт Dash. Он, конечно, не такой супербычий, как хешрейт Litecoin, но, тем не менее, он все равно находится в аптренде. Посмотрите, в отличие от цены, он не упал так сильно. Но я думаю, что такое падение хешрейта Dash связано с тем, что все больше и больше мастернот стейкает эту монету. И все меньше майнеров на x11 асиках майнит ее. Поэтому это, скажем, такой плавный переход на Proof of Stake. Хешрейт Zcash тоже выглядит очень-очень круто. Посмотрите. Несмотря на отсутствие mass adoption, как у Dash, хешрейт Zcash фигачит прямо наверх. Поэтому, еще раз говорю, здесь из этих четырех монет объективно Dash самый аутсайдер. Может быть, именно поэтому я его и набираю, потому что все, когда выглядит как говно, это лучшая точка входа. Вот. Ну, кстати, Zcash, да, мне нравится, как выглядит хешрейт в данный момент. Ну, а по поводу Lite, что я хочу вам сказать. Не забывайте, что Lite это также форк Doge. Точнее, Doge это форк Lite, и они майнятся вместе одним алгоритмом. Короче, я, честно говоря, думаю, что все будет зашибись. Это просто очередная дурилка перед супер-мега-тузамуном, и никуда их там, короче, не делистнут, потом обратно все залистят. Это то, что думаю я. Но вы напишите обязательно в комментариях, что думаете сами по поводу этих анонимных монет. Все ли с ними будет хорошо, или их ждет судьба Грина, который делистнули со всех крупных бирж, как вы видите, и он упал просто ниже некуда. Но Грин, кстати, если что, торгуется до сих пор на Кукоине. Ссылочка на Кукоин есть в описании. Я не призываю его ни в коем случае покупать, но в моменте на эти новости вот он реагирует достаточно хорошо. Как и все, собственно, эти анонимные монеты, которые мы обсудили, Dash, Zcash, Monero. Все они торгуются прекрасно на бирже Кукоин, без KYC-шечки, абсолютно анонимно. Ссылка на Кукоин есть в описании, ребята. Если вы еще не зарегистрированы на этой бирже, то сделайте это прямо сейчас. Отличная альтернатива Binance со всем ее функционалом. Так что дайте мне знать, что вы думаете в комментариях, а также подпишитесь обязательно к нам в Telegram-чат и поддержите ветвь дискуссии под этим видео. Там ссылка есть в описании, конечно же. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Биткоин вроде начинает шевелиться. Вот, биткоин, да, мне нравится, что он держит этот уровень. Стакан бычий. Сигналов на продажу пока не было, так что верим, надеемся, ждем. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Всем профитролей и до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok